Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Притча Соломона, 18 глава, 12 стих. И менее богатого крепкий город его, и как высокая ограда его воображений. Это притча. Воображение. Хотелось остановиться на этом слове. Я вчера в интернете одно предложение выпустил. Сказал, на какую тему хотели бы вы слышать проповедь. И за время ночи выступило примерно 50 человек. И у некоторых по 6 даже тем. Но первая тема, о которой я вчера говорил, они ее выставили. Она у меня уже в эфир до этого. Вот как бог удивительно делает. А почему? Мы все должны быть лидерами. Есть такое слово. Начальник, путеводитель и лидер. У лидера должно быть 6 качеств. Первое. Воображение. Вот сейчас мы прочитали. В ее воображении все нормально, хотя все у него ворованное. Второе. Знание. Для себя записываете. Умение. Решительность. Беспощадность. И воображение. Это привлекательность. 6 качеств. Первое 5. Есть качества эти у многих людей. Последнее почти ни у кого. Трудно, трудно. Потому что она целиком зависит от бога и покорности богу. То есть быть в центре событий, когда тебя даже и нет. Ты в больнице там или далеко где-то. А ты все время здесь как бы присутствуешь. То есть это в людях остается. Понимание, что это лидер и никаких решений не принимается без его согласия на это. Иначе будет не так. И вот сейчас, вчера мне как раз сказали, попробуйте это на каждое качество человека сказать проповедь. Мы до конца не знаем даже, как это. А это выработано было во время войны. Вот убитый, допустим, майор везти в атаку. И снайпер его убил. И почему в атаку повел не капитан за ним идет, старший лейтенант, лейтенант младший, а сержант какой-то. А бывает даже рядовой. И повел в атаку очень удачно. И сразу его ставят, минуя несколько его званий, прямо сразу ставят. Это Господь делает. И вот сегодня мы поговорим о воображении. И себя каждый проверяет, есть у тебя воображение или нет. Это слово библейское. И оно в хорошем варианте должно быть, но в правильном. Когда Давида стал преследовать его честь, он воображал. Ну, тут я днем как-то сказали, что у отца был. Вернулся к жене, лег на постель. А меня тут и захватят. И он берет там козью кожу, свернул там что-то, одеялом прикрыл. А саму дают указание, пойти его хоть живого-мертвого принести. Подошли. А нет, а он в окно выпрыгнул. Даже подумать страшно нам теперь, если бы он не ушел. Если бы у него не было воображения. Псалмов-то не было бы. А ведь считают их все. Всюду и везде. Потому что нигде столь молитвенного духу по разным вариантам не сказано, как в этой чудной книге Псалты. Самая большая на 77 книг. Ну, если вы знаете, что такое молитва, что такое преследование от врагов, каждое слово будет мое. Это мое слово. Я сегодня несколько мест Писания возьму от Давида, которые у меня сразу всплыли. В 62-м году, где-то 27 сентября, я обратился по Евангелию. А уже, наверное, через день я прочитал эти слова. Я понял, меня это касается. А где это написано? Мы сейчас немножко схватим это. Просчитаем так, чтобы нас оно коснулось. Так. Это мне нужно сегодня открыть Псалтырь. Там, посмотрите, где у нас открыто Псалтырь. Что-то сразу-то и по глазам. Тоже слепой. Так, прежде чем... Даже не могу и показать. Вот. 68? Псалтырь где-то нашли. Ну, Псалтырь 68? Вот. Да-да-да. Или 69 или что? Мелко написано. Посмотри, где тут Псалтырь, слово. Псэ. Там, где-то здесь. И как Господь мне открыл это место, и как в то время я его понял, и жизнь это уже 60 лет подтвердило. Стих это 5, 10, 5, 13. Сразу, это Исайя. Это Исайя. Цифра-то какая? 60? Ну, заложен у вас, Псалтырь. Ну, виноват. Видишь, как тут сидел, смотрел, главное, и написал. Первый посланник, это не Псалон. Деяние, бытие, матфея. Это Исайя. Это не Псэ, а Исэ. Это Исайя, проруман. Вот до чего удивительное дело. На другой странице? На другой стороне? Нет, там нет. Да, как здесь. Да, как вот оно на стороне. Это я уже утром дописывал. 68, 7. 68, 7. Надо только все лишь погарнуть, и на это не хватило ума. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил. Да не постыдятся во мне ищущие Тебя, Божий Израилев. Я поступлю не так. Я работаю в этом на корабле. Соблазны разные. А уже люди есть, которые родные, близкие уже узнали. И теперь, вот он ваш. Представьте, как это будет. То есть, ты сделаешься укором для друзей. Еще раз прочтите это слово. Вдумаемся в него. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил. Не в Боге, а во мне. Во мне постыдятся они. Я поступил не так. И теперь все будут говорить, вот они ваши учителя, руководители. Как поступают? Там где-то что-то взял, где-то на яхте плыл. Ну, как сегодня со всех сторон на священство говорят, на каких машинах ездят. Для меня это не существует. Поступок, который будет соблазнять людей. Да не постыдятся во мне ищущие Тебя, Божий Израилев. Чтобы во мне они не споткнулись. И вот сегодня мы будем об этом говорить. Что такое воображение? Воображение это представление того, что могло быть, а могло и не быть. Я вот сейчас вышел, стояли здесь. И воображение открыто. Так и оказалось. Светит все наши мешки. Все видно. Вот я вышел сейчас, представьте себе. Калитка открыта, два мужика, мешок тащат по улице уже. Почему я пошел туда? Меня побудил Господь к этому. Я воображение это имею. Один раз так же стояли. Вышел, стоят машины. Стоит человек и открывает машину. Я подошел. Он как прыгнул. Забор большой тут. Я не знаю, там метра три, наверное. Он по железам все забрался и бежал. Воображение. Если воображения нет, ничего и нет. Я беру в Мирске, такие события были. Кто знает, что рыба Еваси. Это сардель, похожая на селедку. И она 40 лет нормально идет. Один год собрались 4,5 миллиона тонн. Тонн? Миллион? Вообразить даже нельзя. Ну и работают Япония, другие все. И вдруг исчезает. На следующий год вышли в море. Она проходит в одно время. С августа, с сентября, в октябре уже ее нет. И на следующий год в это время опять она появляется. Она косяками идет, лентой. Два-три года. Платить рабочим ни одной рыбки нет. И все стали распускать. За бесценок продавать. Эти свои рыбацкие шхуны. Нету. Рыба исчезла. Ни один ученый, советские, над этим работали. Никто не мог понять, куда могла бесследно исчезнуть такая массовая рыба. Ну, лишь это то, в миллионах тонн. И только один человек мог знать. Один из человек оказался на земле, который знал это. Но никому не сказал. Проходит 35 лет. А он в это время накопил денег. А у тех ржавеют эти посудины. И стал покупать. На него смотрят, как ненормально. А что ты будешь делать? Рыба говорит, да нет ее. И он приложил все силы. Закупил эти перерабатывающие цеха. Все абсолютно. Ни русские, ни советские. Никто не догадывался. И они не знали даже про него. И вот наступил день. И он нанимает заранее людей. Устроил на работу. Платить. А нигде ни одной рыбки нету. И он говорит, сегодня в 3 часа ночи она начнет проходить. За 40 лет вперед высчитал. А почему он все эти годы наблюдал? Какие промежутки между этими потоками? И далее он поднялся. Один из самых богатых людей сделался. Потому что соперников нету. А Господь посылает. Нас Господь сегодня предупреждает. Живите на воображении. Вот сегодня мы сошлись здесь. Молимся. А завтра будет все запрещено. Притом я не сказки рассказываю. Запрет будет на всякую религию. Знак. 666. Не соглашен? Будут мучить так, как святые говорят. Что даже мы бы не выдержали даже мученики. Маленько вообразим. Вот это все отнято. Дома в один день из домов вытряхнули. Где я буду? Как я себя буду вести? А это оно все уже где-то рядом, рядом дымится прямо. И что это даст? О, это так много дает. Вы знаете, что всего, я не могу сказать точно, два года с половиной, два года дистанционной учебы. Ну, в школах. Дистанционной для ребятишек. И сегодня пишут. Я сейчас скажу, что существует десятки, сотни, тысячи, потом миллионы, потом миллиарды. Дальше миллиардов что? Редко кто ответит. Триллионы. А дальше кто? Квадриллионы. Квинтиллионы. Это все по три нуля надо. И сегодня говорят, две третьих нынешнего поколения людей совершенно будут ненужны. Они нигде не в промышленности, нигде. Это государство обойдется в 700 триллионов долларов. Это превышает все сегодня запасы в Китае, Англии и прочее. А кто это увидел, он криком кричит сегодня. Детей ведите, учите. Они не хотят учиться сейчас. Почему? Он один дома. И он будет сидеть учиться. Они научились такому, что родных и близких прячут его уже сейчас. Вообразите. Воображения нет. И куда заехали? Речь касается нашего времени. Это я все взял из интернета, это все официальные данные. Ничего в этом нет. Мы сейчас прочитаем еще одно место, на которое Господь будет нам указывать. Лука 14, 28-35. Евангелие от Луки. Нас Христос об этом предупреждает. 14. 14 глава 28 по 35 стих. Будьте внимательны. Я повторяю. То, что я говорю, подтверждается Священным Писанием. Подтверждается, что это Дух Святой сказал. И Христос нас предупреждает именно об этом. Меня побудили люди, которые зашли ночью на эту тему. Я бы никогда не стал на эту тему говорить. Ну, представьте, около 50 человек только зашло, в которые каждый назвал тему, и что в этой теме высветить, которую ни один проповедник не говорил. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде, сын ли он с десятью тысячами противостоять, идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем поправить ее? Чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Бон выбрасывает ее. Кто имеет уши, слышит, да слышит. В 17-й год, 1917-й, идут манипестации, обвиняют во всем царя. А в каждом храме его царское величество все поминается, на каждой литургии, а учитывая, что столько людей и дома молились, и молитвенников, царя, Николая, его семейство, и вдруг он отрекается, потому что шла война, поражение, он созвонился с генералитетом, и все сказали, хорошо, чтобы другие были. И, главное, поздравительные, что временному правительству Антоний Хараповицкий послал. Это буквально все радовались, но никто не знал, что он пойдет на Голгофу и за ним всю Россию потянет. Никто не знал, по кораблину только пропесару, 66 миллионов, миллионов голов уничтожен было здесь, в стране. Подыскиваться друг за другом, подсматривать, клеветы пошли, нужна квартира, наклеветал, ушел, квартира моя. Это не секрет никакой сегодня. И что 72 года вавилонского плена было. Везде, везде надписи были, слава там кому-то, САС, и дальше вперед победе коммунизма. А пришли, а пришли к разрухе. Ничего нигде нету. 72 года вразумлялись. Другой, с другой стороны, правитель, 13 лет у власти. Ну, тот из праха поднял страну, пол Европы покорилась. В Библии-то почему не смотрели? Сегодня разные причины ищут, что разделение войск было где-то к югу. Не в этом дело. 12-3 бытия. Он коснулся семени Абрамова. Это был приговор окончательный. И все, 13 лет у власти, а дальше, кого хотели, повесили, пепел распылили по миру. Почему? Воображения не было. Без Бога не до порога. Ни те, ни другие Бога не признавали, как должно признавать. Хотя, с той стороны враг открывал храмы, когда люди приходили, там разные республики и прочее. Чтобы на свою сторону людей привлечь. Итак, воображения не было. Не было. А когда мы считаем Слове Божьем, здесь непрерывно говорится, заранее начал строить башню. Ну, башня, это Вавилонская башня, башня построения какого-то строя и чем закончилась. И не просто так ушла, вы знаете, как это было. Мужчина, привыкли на работе, поработал, пришел, деньги получил, смотрит телевизор. А здесь нигде ничего нету. Предприятие сколько у нас здесь закрыто? Торговые точки одни только. Мужчины стали руки накладывать на себя. Даже за пиццей-то и то нет ничего. Капаранова говорит, стоят и выступают, и говорит, как же вы можете так жить? Подошли двое и говорят, вы что? В старое время тебя просто шлепнули. Он тут же выходит и опять говорит, вот дожили, даже шлепнуть нечем. То есть мы должны смотреть, а что будет дальше? Если я вот сегодня так, некоторые вот у нас были дети, одного ребенка нет, второго, третьего. Вы начните маленько исследовать. Какая причина? Причина в нас? Вот я вижу сегодня, семейства просто нету, никого нету. В прошлый раз точно так не было. Поезжайте, узнайте, посмотрите, болеют ли, помощь никакая нужна. Люди, которых мы знаем, притом все хорошие. Ни одного слова такого, чтобы отрицательного не было. Итак, мы говорим сейчас о воображении. И если идешь на войну, а мы идем на войну против дьявола, несметных его полщищ, то надо знать, как будет, сколько креветников будет. У тебя друзья, родные, все против тебя пойдут. И домашние его, враги его. А может как-то? Никак. И велика награда вам за это. Господь обещает нам это. Когда говорит о девяти блаженствах, вас будут злословить, поносить за имя мое. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот воображение должно тебе представить это. Мы сегодня в комнату не войдем, будем выброшены на улицу. И кто где-то примет, тот человек также вылетит из комнаты. Это было уже здесь. Косяки грызти старшили. А как сделать? Не надо держаться за эту жалкую жизнешку двумя руками. Просто как тебе, Господи, угодно. Мы это услышали. Ты лидер должен быть для своей души. Лидер в семье. Несмотря на то, что ты женщина, сестра, если муж ничего не знает, она занимает кафедру, говорит Анна Златоуст. Всюду, в военном деле, в гражданском, в строительстве, в ущебе, везде должен быть лидер. Он должен видеть. Одно из лучших форм образования считалось в этой стране, где мы живем. А сегодня до чего мы дошли? А почему? Никто не видел, что будет. Что за царем царя убьют. И что будет, если он будет воевать? Ему только один человек говорил. Григорий Ефимович Распутин. Он его папой назвал. Папа, сгоришь и ты весь дом твой. Не делай мобилизацию. А раньше делай как? Царю жениться надо. Ищут из принцесс другого государства. Тогда воевать не будут. А у него как раз немка была. И это не помешало начать войну. А кто начал-то? Войска-то все оказались в Австрии. Российские-то. Почему не было ни одного пророка? А тот, который это говорил, его, я знаю литературу, считаю, более поносимого. За 2000 лет, не считая Христа и апостолов, никого не было. Чего только не приписывал. И живет он с царицей Александра Федоровна. Ну, всякую мразь. И еще второй экземпляр кардии военной действия они пересылали. Тайны. Временное правительство все разобрало. Ничего этого не было. И к левике все верили. Ну, теперь новая власть, теперь мы свободные. Такая свобода, что и выехать нельзя. Паспортов не было живущих в деревне. Это свобода. Вы хотели. Почему? Не работало воображение. Без Бога. Что может человек сделать? Удерживающего ничего нет. Я много судился. Благодаря этому вот это знание. Помогли мне люди. Спаси Христос всех. И скажу, что я пришел к выводу, что судьи, адвокаты, прокуроры не могут быть неверующими. И какое счастье, что мы знаем людей, которые верующие. Чтобы он знал, что будет суд Божий. Независимо от того, он православный, католик, баптист, буддист. Чтобы он верил, что будет суд Божий, за это придется отвечать. Я говорю о воображении, которое написано, будет суд Божий. На перстнике разврата есть грозный судей, а он ждет. Он недоступен звону, злато и мысли делам знает наперед. Лермонтову это было открыто. Открыто не нам. И когда мы начинаем где-то что-то, только, Господи, на пути дай нам истинно верующих людей, имеющих страх Божий. Без этого нет ничего. Сегодня, я не знаю, факультет тут, в Барнауле, юридический есть. Уже на пятом курсе спросили, а какой у вас оклад будет? Они уже знают, какой оклад. И сразу сказали, в 10 раз больше взятка. Уже 85% отметили, возьму. Главное, чтобы никто не знал, назначить место, где и прочее. Вот и все. А как у вас получилась молитва? Молитва все сделала и адвокаты, все у нас было. Мои помощники, верующие в Бога. И судьи, которые были, это Бог все сделал так. Мое дело передают тому, чей она женщина, а он прокурор края, а она его жена. И все это знает. И ни на какие уловки не пошли. Вот вы решили, мы здесь находимся. Когда мы придем на страшный суд, что мы будем говорить? Вот это я не знал, это я не думал. Развейте свое воображение. Вот я пошла из Думы. Я больше никогда не вернусь. Я пошла в магазин, а нужно ли это брать? Может быть, эта милость и не пойдет. Вот у нас готовится сейчас третье издание трехтомника. Мы не можем набрать. В три раза цены увеличились. И цена это не маленькое дело. Всего пять тысяч экземпляров. Двадцать пять миллионов рублей. Миллионов. Я глаза-то сразу не видел. Милость Божия с нами, что у нас. Посмотрите, какие сокровища на столе. Сколько людей через это поднялось. Почему? Милость Божия. Не имея никакого образования этого, Бог взял руку и написал вот это сделал. Я говорю, вот эти таланты у вас еще, может, и не распечатанные. Вы сегодня сами осмотритесь внимательно. Где у нас сестра Людмила Степанова? Кто последний раз был? Какая обстановка? Я спрашиваю, никто не может ответить. А меня поехать-то я и не найду никогда где-то. А сколько хорошего она оставила? Кто писал вот эти все? Тоже сегодня нет. Почему? Рядом ближе церковь? Или только когда батюшка здесь? Для нас-то страшно подумать, если батюшки не будет. Мы должны сейчас проиграть. А что же будет дальше? Раздевайте свое воображение. Считаем дальше. Тут вторая Маховейская. Здесь нету. Пятая глава, шестой стих. Там называется правитель, который не щадил людей, натравливал друг на друга своим воображением, что он получит от этого трофея, когда друг с другом столкнет лбами. Только одно место такое и есть. Дальше. Первый фессалликистом 3.4 и 3.5. То, что считается, поверьте, это Библия, мы не договаривались, он даже не знает, что считать. Это Господь уже открыл. Первый фессалликистом 3.4 и 5. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, постал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Заранее уже знали, как будет. И Павел говорил, Дух Святой, где я прохожу, какими городами, свидетельствует, что я буду взят, буду арестован. И что со мной будет? Как они прощали? Все убеждали только. Ну, не ходи. Я не могу не пойти. Это от Бога. Еще это надо понять, что это от Бога. Так они все клевещут. Господь все разберется. И сколько таких моментов дальше в его жизни будет, он предвидел. Люди доверялись вначале кормщему, что так. Павел говорил, что не так будет, как вы думаете. Так, 2 Петра, 1, 13, 14. Ну, ладно, откройся. Деяние 21, 13. Деяние. 21, 13. 21, 13. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Мы должны быть так же готовы к этому. Какие бы ни были препятствия, если это прямо от Господа, а как? Два-три свидетеля бывают, совершенно незнакомые люди. И вот, первую тему мне выставили, о чем мы вчера говорили, о молитве. А на нее уже столько проповедей сказано. И вдруг пришлось совершенно необычные места открыть. И уже утром я получаю ответы. Одна душа обратилась. Совершенно новые люди. В других государств. Это только Бог делает. Еще раз повторяю, это и ваши молитвы там. Человек первый раз это я, говорит, услышал. Я искал там по разным сектам. Я только зашел, я сразу понял, это мое. Другой зашел пять лет смотрю. Я говорю, и что? Я никуда теперь не иду. Это Бог открывает. А ведь эпир буквально заполнен. Каждое слово Христа, чтобы оно воссияло над людьми. Петра вы называли. Так. Первое, и второе Петра. Деяние 21-13 я посчитал. Теперь Матфея 10-22. Я не по порядку, потому что думаю закончу. Потом дальше еще раз считаю на новое место. И место за местом так находились только не в раз. Матфея 10-22. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Так на работе. Я спрашиваю, как, да, нормально все. Как? Все хорошо относятся. Но работник-то хороший. А кому ты говоришь? Нет. А бывает, что раздеваешься? А у меня клямочки с обратной стороны, крестик там пришитый. А дома? Ну, а у меня там пужеров много стоит. За ними у меня иконка стоит. И человек на полном серьезе говорит. А где труд? Где талант, который тебе дал Бог? А у меня нет таланта на проповедь. А такого не написано. Вы сегодня слышали, кто бесноватый. Он не считать не умеет. Он бросался, топился там. И вот выздоровел. Что? Ну, скажем, час, два, три. Больше он не был. И Христос его посылает. Иди домой. Но его Дух Святой уже показал. Не домой иди. Иди, который тебя люди выделили. По городу пройди. Слышали? Учеба кончилась. Семинария за плечами. Академия не нужна. Ему ничего не надо оправдывать. Я был бесноватый. А сегодня приходится доказывать. Пьяный. Это дух. Пьянство. Другой не может остановиться на блужении. Ты ему докажи сначала это. А он не принимает. Не принимает? Выбери другой момент. Обязательно. Кто-то должен быть здесь. Никого нет. Сплошная тьма. Так не бывает. Свет Божий кого-то касается. И как он обращается? Да, когда 27 сентября 1962 году Евангелие дали и душа моя впервые помолилась по Евангелию, наутро весь карван кораблей знали, что Лапкин сошел с ума. Это и так понятно. Перспектива такая. Заканчивай высшее учебное заведение на странных языках. Ничего этого не надо мне. В душе пастота, опустошенность. Зачем мне? Сто процентное здоровье. Денег всегда полно. А в душе нет ничего. И Господь в раз открылся, я будто бы и не жил. Я просто, Павел делится опытом, как он обратился, идя в Дамаск. Я говорю, как я обратился. И в это все. Я член судового комитета, везде уважение. Прахом все пошло в один день. Держаться не надо. Даже сделать смешно. Неужели это все меня могло утешать где-то? Где Христос, там полнота. Где Христос, там большинство. Где Христос, там победа. И мы еще дали, прочитаем несколько мест Писания. Матфея, 20 глава, 22 стих. 20, 22. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Дальше до 5 стиха. До 5. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону, и по левую не от меня зависит. Но кому готов он отцом моим? Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Вот как. Как бы ближе-то быть? Оказалось, что и сразу-то и вознегодовали. Пока не подходили, еще хотя бы ненависти не было. А зачем это нужно было? А земное царство, министрами будем. Ничего не работая, будем получать как депутаты. Не пройдет этот фокус. Здесь только ты должен быть целиком, со словом Божьим. В правой и левой руке. То есть она раскрыта, одной рукой не удержишь. Притча Соломона, 24-27. То есть воображать надо. Мы пошли умереть. Мне очень сильно помогло, что же я знал, архипелаг ГУЛАГ насчитывал. Солжительство прямо говорит. Переступил порог тюрьмы, сразу скажи, я пришел умереть. Все. Чем бы они не угрожали, зачем мне угрожаете? Там пытками. Я умереть пришел. И все, дьявол попятился. Господь знает это. Притча 24-27. Притча 24-27. 27. Соверши дела твои вне дома, и кончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Видите как? Дом это что ты не сделал, там подбелить. Сейчас ты можешь делать, а оно урожает, а теперь тебя не потянет, там снег. И так самое главное мы должны сделать, что Господь нам повелевает. Повторяю, не будьте с пустыми руками. Потому что вот у нас сейчас смотрелся фотографии, глухонимых, 7 человек, ни одного нет. Нет, ни одного нету. На другом 5 человек поют, троих нету. Я уж не говорю, там умер кто-то. Почему? А тут проще. Провозгласили, что делай все и ничего не делай, лишь бы на исповедь, на причастие чаще приходи, и ты будешь спасен. Большего обмана мы в Библии даже не находим. Я на днях только слышал проповедь. Я не критикую, ничего, просто говорю. Выступает патриарх наш, здесь Кирилл, и выступает там одного офицера, считали, может Васильев его звать, Михаил Владимирович. У него дети там, сколько пятеро, кажется. И он везде в горящих точках был, он везде туда стремился. И в это время в зоне, написано в зоне, ну где, военный городок или где-то, он вступает. И в это время летит снаряд и падает в трех метрах от него. И даже при прощании закрыто было, не показали. Видимо, все разорвано. Ну и отпевает его патриарх. Я бы сказал, это не мог он сказать. Несколько раз прокрутил, нет, губы как шевеляются, совпадают. Никто-то там, бывает, когда что-то показывают, то можно слова вставить. Здесь нет, он говорит. У него было сердце как бы на две половины. Одна, вот он что здесь выполнял, а другая для военных целей. Я, да не могу. Ну патриарх ли это, он самый. Какая половина, когда первая западь всем умом, всем сердцем, ни одного процента никому Бог не отдает. И вторая подобная ей ближе, как самого себя. А что сердце, надвое, и повторил еще раз, я не знаю. Это искушение огромное, на много миллионную паству. А люди не знают, сказано было, нет. Остается в силе, что Господь сказал. Первая западь всем умом, всей душою, всем разумением. Вот на это настройтесь. Никаких половинок от нас Бог не ждет. Иисус умер до капли крови из него вытекло. Он умер за нас, и мы должны ответную любовь на сто процентов дать ему. Еще читаем. Деяние 27, 23. Вы читали? Иремень где тут? Вот это что? Деяние. Это не... Деяние. Бытие? Нет, Деяние. Деяние 27. Да, 8, 27, да? Это Деяние, наверное. Да, Деяние 27, 20. Ну, хорошо, откройте. 27. Деяние. Я говорю о воображении, как оно разве-то было у апостола Павла, у других. Еще ничего нету, а они об этом уже говорят, и прямо туда идут. 27, не пойму дальше, что 20. Деяние, они вот, по-моему, 8. Нет, 27 дальше, 20. Это 2. 27. 27. Это 8. Впереди 8, 27. Считайте-ка. Настройте себя на то, что мы сейчас слышим. Как мы должны это воображение? Да меня никто не тронет. Ну, хорошо, прекрасно. Ты идешь через дорогу, не думаешь. А вот он тебя и достал. На красный свет не шла. А его прорвало, в это время он на тебя наезжает. Еще ты будешь... А я не смотрел. А ты заранее, каждый раз, переходя дорогу вдвоем, под руки не держите себя, а за руки. И считайте Иисусову молитву. И Господь, и ангел-хранитель тебя, как на крыльях, пронесет. Речь идет о тысячах погубленных. Вот я вчера говорил об этом, как я пишу, страшная трагедия в Барнауле. Сколько людей было, как ударил камазом, задавил всех, кто был до одного. Многовенная смерть. Ну, здесь написано, 20. Деяние 27. И опять же, здесь 27 еще. Теперь смотри, считаем римлянам, 8,29. Мне кажется, так ясно у меня написано. Завершительность. Римлянам. Римлянам, 8,29. И как предсказать... Это 8,7? Да, да, да. 8,8. Вот он, 8. Это 9 еще. 8,29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Вот и все. Он предузнал нас. Предузнание, вот это и есть опережение событий. Предузнал, когда мы еще не родились. И мы не знаем, когда. Может быть, до сотворения этого мира, который мы видим. Вот этот сегодняшний день у Бога до одной секунды записан уже был. Кому мы поклоняемся? Какому Богу, который все нас знает? Господи, чтобы из этого плана, избрания, Ты нас назвал святыми. Оправдать эти названия Твои, которые нам дал. Исайя 5,13. Все пророки об этом говорят. Настроиться на то, что мы каждый день молимся и говорим, Господи, мы не знаем, что ждет нас в этот день, которого не было во всей вселенной. И мы совершенно не готовы встретить то, что может быть. Благослови нас, укрепи, дай силу все перенести, не нарушить Твои заповеди, спаси от непосильных искушений. Молитва-то должна быть Твоя с охватом всего, что есть. Вот сейчас у нас трое взятые из нашей местности, как на фронт. И мы каждый день, через каждые два часа о них молимся. Я вчера об этом говорил. И их мать одного с нами все время молится сейчас. Какая радость? Это Бог делает так. Исайя 5,13. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждаю. Не думали об этом, а пришлось идти. Думали ли эти епископы, священники? Ведь первые только годы около 200 тысяч погибло монашествующих из священства в нашей стране. Тысяч. За один год почти 50 голов архиереев снесли. И опять же то же самое сейчас идут. Как будто никогда не было. Хоть бы один раз это был призыв, причащает людей. Ну вы идите и благовествуйте. И сдали четыре евангелия, крупным шрифтом по благословению патриарха. Это вообще удивительное дело. Я спросил, а сколько было? Ну сейчас распространили уже около двух миллионов. Может быть больше даже. Мы получали безразмерно это. Как не быть благодарным Богу? Знаете, благодарите Бога, что у нас тут такой митрополит. Это даже на днях мы в городе что-то были. Я не вижу, а наши увидели его. Остановились. Я побежал, а там погрузка идет, он стоит. Это надо видеть он как. Он с такими раскрытыми руками обнимает. И мы говорим, я прибежал поблагодарить. У меня затруднения были нынче. И он знал, мы с батюшкой приезжали. И он как будто бы, сейчас моя жизнь, мое сердце. Я говорю, ехать, дед, подожди, еще ему надо что-то поговорить. Но какие у него слова находятся. Это просто, это чудо Божье. Потому что везде какие-то неурядицы с епископатом, с священцем. Он все закрыл, нигде ничего нет. Мы молились об этом. И серьезно просили Господа. И который был здесь один, похоже он с дальних краев, оттуда, по миле, все говорит. Он в один день всех священников, которые попадали в его парк и против нас направил. А этот наоборот. И наш один человек был здесь в семинаре, за дверью. Это слышал, вот он говорит. Как говорится, распекает священников. Вы достукаетесь. Что никого не будет. Почему они называют меня? Почему они везде проповедуют? Почему они везде раздают Евангелие? Почему вы этого не делаете? Это случайно только услышали. Это он говорит не как-то, а видно, что он живет этим. Так. Иеремия 5.10. Не готовились к плену, пошли в плен. Иеремия 5.10. Никто не думал. Ну, нам Египет поможет. А Египет, говорит, это надломленная трость, проколет ладонь тебе. А как? Ну, вспомните как. Ну, никто не верил. Вот один Иеремия кричал и кричал, откройте ворота. Сейчас меня спрашивают про Украину, что откройте ворота. Другого нельзя никак. Откройте. Наступило, меч Божий опускается. Успокойтесь. Еще бы этого не было. А там буквально весь мир сегодня туда лезут, добровольцы с этими показывают на границе, переходят снайперы. Сколько погибает-то где-то? Это тоже даром не пройдет. Вы ночью просыпаетесь, молитесь о всех, которые там. Иначе об этом и патриарх не говорил, что молитесь и за начальствующих, и за военных. И это бывает, человек скажет и мимо идет, а это прям сразу как пришло, как бальзам. А говорить об этом, уже какой поставлен там генерал Сергеев, мы его в молитву сразу взяли, чтобы Господь их сохранил. Я вчера говорил о том, как сегодня показывает, идет обмен пленными. Женщины, это не меньше 100 человек, где их набрали столько. Они друг друга обнимают и плащутся, домой едут. Ну, конечно, нас там не было, но мы молились. И Господь вывел их. Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. В общем, дело. Даже говорить нельзя. Не просто про тарабани где-то. У нас, видите, как приходят и в субботу есть кому. Бывает, тут какая-то причина идет. Но кого вести у нас все время, каждые субботы здесь. Вы за это Бога благодарите. У каждого своя жизнь. И некогда. Но у нас субботнее богослужение совершается, хотя многих нет. Но тут кто-то должен вести. Спаси Христос. Еще прочитаем. Вот что, Аримовно прочитали? Да. Это Иеремия прочитали. Прочитали, да? Да. Я хочу сказать следующее. Что вчера я говорил. Слово «если» встречается в Библии. Слово «если». И все, что Господь нам обещает при слове «если», если вы будете верны. И когда пойдете домой, скажите, мы сегодня были, а что мы получили здесь? Хуже бесноватого того. Он тоже сказал бы, я иду со священником одним, протоиерей такой здесь на занятиях. А у меня таланта нет. Батюшка, а ты чем дышишь? Воздухом. А почему у тебя талант? Не говоришь, что таланта нет. А это проповедовать, говорить, вести людей, как исту, это дышать, как дышать. И что, он в этот раз приехал и говорит проповедь. И потом мне, ну как я сказал? По деревке был, батюшкин друг. А ты знаете, насколько это радостно, насколько любезно для души, когда ты этим живешь. Я вас к этому не просто говорю, открывая там что-то, много тут пропустил, о том, чтобы мы вышли другими. Многие люди ничего не знают. Возьмите на молитву, о чем патриарх просил, о том, где сейчас там война и все такое. Господи, благослови, чтобы они вернулись, не ставши убийцами, и были здравы. Богу нашему слава. Валерий. Аминь. Аминь.